Валентина Щербакова. Здравствуйте. Математика. Математика. Я, пожалуй, пойду. Математика вообще, на самом деле, вот как говорят царица наук, везде заложена. В каждом... Вот даже вот сейчас режет лаваш. Одним ножом. Делает его кругло, опять-таки. А многие, например, в кулинарии очень часто используют математику. Момент нахождения, выхода из любой ситуации, умение перевернуть, подумать, а сделать, оно очень сильно прокачивает, и в дальнейшем дети, ну, соответственно, в жизни так же учатся мыслить правильно. Солнышко, тепло, все лето заливало. Мусили, стопили нас тут столько, что вообще. А вот хотя бы благодарность, наверное, спасибо осени, что хоть осень золотая. В русском языке на базе слова «блог» образовалось слово «блогер» с одной «г» по модели «стажер» или «дирижер». Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами программа «Ейстудэй» и генеральный партнер программы – группа предприятий «Янта». «Янта» – это продукты для всей семьи. «Янта» – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой, «Янта» есть вкусно. Всем привет, дорогие друзья! С вами программа «Ейстудэй», как всегда, я думаю, любимая, самая-самая программа. И в ней, вот в этой программе, самая-самая неповторимая Ольга Муравьева. А еще моя тетенька. Ваня, еще ты с нами есть. Я еще, Иван Чужинов. Как зовут ее? Слушай, ее зовут просто «да». Это вот, знаешь, это вообще можно реагировать ей на всякие ситуации. Иван, как тебе погода? Иван, как прошла твоя ночь? Кстати, вот, вот прям я сегодня очень ворочался, рано проснулся. И вроде бы поспал-то неплохо, но вот как будто бы плохо. Вот-вот, все. А кофе выпил? Нет. Ну, тогда страдай. Как сказал Альберт Эйнштейн, величие к величию путь проходит через страдания. Так что... А, то есть у тебя цель? Стать великим или величественным? Ты на каком этапе пути? Мне кажется, я прямо в самом вот эпицентре страданий сейчас нахожусь. Потому что... У подножия ты только начал сбираться на эту гору. Слушай, ну как это можно сказать же? Мне кажется, вообще смысл жизни... У самурая же нет цели, есть только путь. А путь, он бесконечный. А ты когда-нибудь думал про смысл жизни? У меня отворилось все. Про смысл жизни... Да, я обдумал, и я даже нашел для себя, мне кажется, самый правильный ответ. Смысл жизни человека в счастье и в гармонии. О, какой ты молодец, Вань. Все. Я теперь возьму на вооружение и буду пользоваться твоим смыслом жизни. А для каждого человека... Нет, ну это для каждого человека, мне кажется. А для каждого человека просто свое счастье, понимаешь? Быть с семьей или достигнуть какого-то, не знаю, какого-то карьерного роста хорошего. Нет, карьерный рост – это процесс. Достигнуть какого-то в карьере вот какой-то точки. Цели, да. И ты будешь счастлив, и главное, чтобы при этом всем была гармония. Это очень сложно, это неисполнимо практически. Почему? Надо над собой работать. Вот так? Ну нет, гармония, ну слушай, ну это же... Подожди, вот это самая классная работа над собой. Ну сиди работай, в чем проблема-то? Ну понимаешь, тут такая история, что гармония, она же не только в себе. Гармония нет. ГГ, вот, она еще должна быть с окружающим миром, с окружающими людьми. А люди, они же не всегда делают все, как ты хочешь, понимаешь? Так, и поэтому ты такой садишься. Да, ты сидишь, и у тебя все хорошо, ты садишься. И тут приходит какая-нибудь Светлана Николаевна и говорит, а у нас отчет не сходится, плохую новость принесла тебе. Так. И все, ты уже... И нужно уметь вот эту вот плохую новость как-то вот обработать, чтобы все было хорошо. Вот так обрабатывать. А наш канал приносит только хорошие новости. Разные, давай не кривить душой. Ладно, ну видишь, гармонию нарушила, друзья. Мы сейчас посмотрим выпуск новостей нашей новостной редакции, и все будет хорошо. А мы продолжаем наш эфир, друзья. С Иваном затеяли интересную тему про гармонию. А знаешь, что я вспомнила и почитала на днях? Мне интересно, как соблюдать родителю-школьника гармонию, когда ребенок приносит два? Слушай, ну я не родитель, поэтому... Ну, давай не исключать это счастье в твоей жизни. Я могу, знаешь, как я могу, вот мне моделирует ситуацию, да? Приходит ребенок, вот ты открываешь дверь, он... Пап, два. Ты такой... И пошел дальше отдыхать, заниматься своими делами. Я прочитала этим летом, вернее, одну историю прочитала, а вторую посмотрела и думаю, какие молодцы родители. История номер раз. Нужно делать акцент только на хороших отметках. Угу. И хвалить за хорошее. За плохие не ругать, советуют психологи. Просто сразу выгонять? Нет, ну просто два, ну ладно, там три, ну ладно. Но когда ребенок получает четыре или пять, так восхищаться этим, так хвалить, чтобы у него закрепилась необходимость получать вот эту похвалу. А нет ли... Вот это даже не тоже, мне кажется, не совсем правильно. Нет ли потом, не будет ли потом у ребенка выработан синдром отличника, что вот я должен из кожи вылезть его, но сделать пять, а не дай бог я сделаю двойку. А второй момент, можно сказать, противоположный. Есть такой Артемий Лебедев, наверное, ты его почитываешь, посматриваешь. Так вот, недавно он выложил новость, что у них в семье есть день первой двойки. И они устраивают праздник в этот момент. Они покупают торт. И тот, кто принес у него же очень много детей, эту первую двойку, они это отмечают. Слушай, ну это прикольно. То есть они не ругают, ну и у него такое объяснение этого всего, что оценки, когда ты вырастешь, 4, 5, 3 в жизни их не будет вообще. И поэтому не надо икорить ребенка, что 2 это плохо, 5 это хорошо. Просто, ну это вот есть. 17 лет исполнится, этого не будет. Будет зачет, не зачет, а дальше как бы вообще ни зачетов, ни двоек, ни пятерок. Ну мне кажется, этот метод более правильный. Потому что в жизни нет, чем вообще плохая оценка, она опасна для человека, не для ребенка, даже для человека. В детстве мы потом настолько привыкаем к этим оценкам, что мы потом боимся ошибку совершить. А ведь на ошибках весь опыт. Учатся. И учатся, и весь опыт в ошибке, не в оценке. А мы вот настолько вот этими, ну не дай бог, двойка, если я сейчас выйду. Представляешь, так интересно. Ну это прикольно, надо взять на заметку. Будет у меня ребенок, получит двойку, поведу его в бар. Эй, у нас праздник. Да. Друзья, давайте сейчас посмотрим ваши новости, потому что новости канала уже посмотрели, города. А вот какие у вас новости, нам очень интересно. У меня хорошая новость. Я в среду еду в санаторий. В Белокурику. Впервые. Алтайский край. Небо голубое. Солнышко, тепло. Все лето заливало. Мусили, стопили нас тут. Столько, что вообще. А вот хотя бы благодарность, наверное, спасибо осени, что хоть осень золотая. Бабе Летва наступила, как говорят. Проснулся. Прекрасная новость. День прекрасный. Тоже это новость. Все прекрасное. Это все прекрасная новость. У вас вот увидел какая новость. Это всем новостям новость. Солнечная на улице. Классно, прекрасно. Тепло. Осень как бы уже. Но тепло на улице. У меня сегодня пятерка по истории. А за что? За практическую работу. Сложная была? Да нет. Всем привет. Мы продолжаем наш эфир. Я переместилась на кухню. Буду делать горячий завтрак из лаваша, яиц и сыра. Что-то из этого получится. А в студии мой соведущий Иван Чужинов. И к нам присоединилась наша замечательная гостья. Валентина. Преподаватель. Чуть не сказала английского языка. Преподаватель по математике. Ну, естественно, человек, который подтягивает детские знания. Валентина, здравствуйте. Ваня говорит, представишь гостью? Валентина Щербакова. В общем-то. Здравствуйте. Математика. Математика. Я, пожалуй, пойду. Это вот все, что... Нет, останетесь, пожалуйста, с нами. Потому что, когда я слышу математики, мне тоже немножко страшновато. Все хотят уйти, начиная с седьмого класса. Дети, взрослые, родители. Как вас затянуло туда Валентина? На самом деле, еще в школе мне очень нравилась математика. Но мне не давали раскрыться. Все равно ставили четверки. И дальше вуз. Я вообще первое образование, у меня инженер. По прикладной механике, чтобы вы понимали. Компьютерное моделирование. То есть математика там прям как никогда. Да, да. Она была заложена основами, высшая математика. И потом меня сразу после института пригласили преподавать в медицинский вуз наш в Ладивостоцке. Ну и все. Дальше я поняла, что без этого уже не могу. Без детей, без вот этой работы, объяснений, их энергетики. Все только там. Нет, я понимаю, в принципе, с одной стороны, почему математика. Я не понимал этого в школе. Я не понимал этого где-то в институте. А сейчас, увлекаясь немножечко всякими космическими делами, ученые, благодаря математике, выясняют, где находятся какие планеты, какие там черные дыры, не видя их вообще. А потом, спустя много лет, вот черную дыру, по-моему, открыли еще там в 1930-м каком-то году. Математическими вычислениями. И только недавно ее вот увидели в телескоп, очень мутненько. И поняли, что она там, где вот ее рассчитали, она там находится и примерно такого же вида. Математикой. Как это возможно? Математика вообще, на самом деле, вот как говорят царица наук, везде заложена, в каждом. Вот даже вот сейчас режет лаваш. Одним ножом. Одним ножом. Делает его кругло, опять-таки. А многие, например, в кулинарии очень часто используют математику. Пропорции, расчеты там кондитеры, расчет диаметра на торт, расчет какой нужно площади мастику, например, сделать. То есть очень много математики действительно в повседневной жизни. Но нужно это правильно преподнести и правильно рассказать об этом. А как правильно? Как заинтересовать? Я думаю, Валентин, вам это известно. А вот как правильно и как заинтересовать, мы узнаем после того, как у нас сейчас еще одни математики, метеорологи расскажут нам про прогноз погоды. Поэтому, друзья, давайте посмотрим, будет ли дождик или нет. Друзья, возвращаемся к нашей интересной математической беседе. Валентина, вот Оля задала вопрос. Как заинтересовать ребенка, да, я так думаю? Или вообще человек это имело в виду? Да, ну, Валентин же занимается с детками, да, подтягивает их знания, вот как заинтересовать, чтобы он хотел. Как ребенка заинтересовать в математике. Ну, смотрите, я же работаю онлайн, вот все его как бы боятся очень сильно, что дети там что-то не поймут. А сейчас такой просто огромный интерактивный мир открывается детям, то есть геометрию. Никто не любит, никто не понимает, отрезки вообще никто не может правильно мыслить. А там открыл программу, наглядно все продемонстрировал, построил, показал. И дети начинают сами это все делать, забивают нужные данные, координаты, длины, все. И они это видят наглядно, они все это наглядно просчитывают, ну, и у них сразу и интерес, и знания откладываются, и понимание, для чего вообще это нужно. То есть вот этот вот мир интернета, онлайна, он, ну, просто сейчас вызывает такой восторг у детей. И к тому же, сейчас же многие дети у нас визуалы, компьютеры, телефоны, все там. И таким образом у них, наоборот, процесс обучения еще интересней, и лучше запоминаем, лучше все усваиваем, еще и какие-то игры играем очень много, чтобы отрефлексировать, все запомнить, все отработать. Поэтому онлайн. А мне кажется, еще очень важен настрой самого педагога. Вот я когда вас увидела, поняла, по энергетике очень мощный человек, интересно. И поэтому вы, наверное, и можете это завлечь детей, даже несмотря на то, что вы на расстоянии находитесь. Ну, да, тоже очень такой момент важный. Ну, да, однозначно, то есть каждому ребенку, сейчас же дети не такие уникальные, я вообще их обожаю просто очень сильно, дети, это мой восторг. И вот с ними всегда так интересно общаться, они столько всего тебя научат, расскажут, каждый индивидуален, кто-то более спокойный, кто-то более энергичный, кто-то одну тему хорошо понимает, а другой нет. И вот, ну, все вот одинаково приходят, какой-то момент, когда они начинают осознавать, понимать, что они такому научились, а так могут. И вот этот, конечно, блеск в их глазах сразу, блин, я все понял, так это же просто. Вот это вот мне еще очень тоже нравится, прям завораживает. Мне знаком этот восторг. Я помню, когда учился в академии, а я математику не понимал, ну, даже, у меня даже слово тяжело написать было. И я пошел, значит, в академию, и получилось так, что мои одногруппники были какие-то такие взрослые тетеньки, с которыми особо не пообщаешься на парах. И я сидел за первой партой, и потому что было очень скучно. Паясничал. Нет, и я начал слушать от скуки педагога, прям слушать. И на экзамене я сам решал эти уравнения функции, и помогал всей группе, и для меня это был такой вообще какой-то прорыв. Но я понял, что главное погрузиться в тему, и тогда все получится. А знаете, как очень распространенно встречаю, вот, даже от своей дочери, ну, когда заходят споры, там, по урокам, она мне говорит, мам, зачем мне математика? Ну, в смысле, там, умножать я уже умею, прибавлять, а когда дают какие-то уравнения, а по старшим, какие-то логарифмы, тангенсы, это с алгеброй, да? Алгебра. А это разные вещи? Алгебра и сегеонитрия. Опа, на. Ваня, слушай, я пошел. Как объяснить, вот, зачем? Что вот сказать такое аргументированное, какой привести пример, чтобы не задавали мне таких вопросов? Ну, на самом деле, вопрос будет всегда, когда возникают какие-то сложности у детей. Ну, потому что они сразу, а зачем мне это? Они же у нас сейчас все продвинутые. Это правильные вопросы. И вот, если, например, взять логарифмы и математические задачи и так далее, во-первых, большинство из них все-таки, особенно сейчас делают экзамены, проектно-ориентированные. То есть они действительно показывают, как можно в жизни, там, шину какую-то рассчитать или, там, теплицу построить. Ну, это такое, как жизненные примеры. А вот в целом, вот сама математика, она очень сильно развивает мозг. Сейчас же у нас нейропсихология, все вот эти развития идет на нейронные связи, на то, чтобы дети понимали и находили выход из любой ситуации. И вот в математике логарифмы. Там, чтобы его перевернуть, развернуть, там так нужно мышление свое прокачать и подумать. И, соответственно, благодаря вот этим мыслительным процессам, которым мы учимся, то есть если не погружаться, для чего они, в принципе, нужны, потому что это уже сложно, это уже все высшее, то вот этот момент нахождения выхода из любой ситуации, умение перевернуть, подумать, а сделать, оно очень сильно прокачивает. И для дальнейшем дети, ну, соответственно, в жизни также учатся мыслить правильно, что, ага, нет, я могу пойти вот этим путем, и тогда приду сюда. А если я вот так сделаю, то вот это мне принесет какие-то, там, не знаю, доходы, например. О, я лучше тогда вот это развитие ситуации сделаю. То есть оно прям мышление прокачивает очень сильно. Интересно. Математика развивает мозг. Да, а реклама развивает продвижение продуктов, поэтому мы должны посмотреть, чтобы вдруг кто-то захочет что-то купить. Поэтому, друзья, реклама на Телемиксе. Всем привет, дорогие друзья. Снова с вами программа «Ейстудэй» и генеральный партнер программы – группа предприятий «Янта». «Янта» – это продукты для всей семьи. «Янта» – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой, «Янта» есть вкусно. Приветствуем вас, дорогие друзья. Это канал Телемикс, программа «Ейстудэй». Ольга Муравьева в студии. Напротив меня Иван Чужинов и наша гостья Валентина Щербакова. Человек, который занимается репетиторством по математике, по сложнейшей науке. Причем онлайн. Здравствуйте, ребята. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте, Валентина. У тебя были вопросы, задавай. Да, Иван, когда услышал математику, уже решил все. Нет, но есть один вопрос. Очень интересный момент, что, Валентин, это онлайн-история, как проходят занятия. То есть это вы один на один с учеником, на какой платформе это развиваете, сколько длится, как часто. Расскажите вот все эти тонкости. Я занимаюсь в основном подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. Детей такие, самые основные их экзамены, первые в жизни. Может, сразу ЕГЭ и ОГЭ это разные? Да, ОГЭ это в девятом классе дети сдают, это вот такой базовый экзамен. А ЕГЭ, он уже в одиннадцатом классе для поступления в ВУЗы. Я думал, это как ОСАГО и КАСКО. Подороже, подешевле. Ну, ЕГЭ подороже получится. Занятия у нас проходят онлайн, групповые, потому что так информация усваивается гораздо быстрее, гораздо лучше, качественнее и интереснее, как меню, потому что всегда есть с кем пообщаться. Онлайн, но математика это же такой момент, когда нужно решать писать, поэтому спасибо интерактиву, который сейчас предоставляется, различные программы, в которых дети сами пишут, решают вместе со мной, изучаем тему. В принципе, на самом деле, такой же, как и всегда был в образовании, но только с элементами игры, с элементами какого-то интересного визуала, и все наглядно. Все очень ярко, все красиво. Вот так вот проходят все наши занятия, готовимся, изучаем на максимальные баллы. А бывает, что вы работаете индивидуально с одним ребенком, например? Очень редко. Когда работаешь в группе, получается, когда один ребенок что-то спрашивает, другой, во-первых, в этот момент постеснялся что-то спросить. То есть дети, они все равно закрытые, они боятся чего-то иногда спрашивать, а тут нет, кто-то другой спросил. Или сам в процессе уже начинаешь открываться и спрашивать, и задавать вопросы, и не так сильно активно работаешь. То есть все-таки математика тяжелый предмет, и когда работаешь один на один, ну полтора часа, это тяжело. А так кто-то один решает, а ты более расслабленно, уже самостоятельно себе пишешь, решаешь и тоже видишь, а как ты дошел до этого ответа, как у нас получилось. То есть вот эта смена деятельности, она очень сильно важна. И от этого идет, соответственно, запоминание гораздо лучше. Поэтому только группы. А сколько в группе человек? Очень маленькие группы, 10 человек максимум, потому что мне нужно, чтобы каждый работал, чтобы я видела, что понял, что не понял, где-то помочь, где-то дописать. То есть каждый работает. Онлайн, он же там за дисплеем у себя сидит, как вы видите, что он работает? А у меня окошечки, у всех камера, я все вижу. Ну и, конечно, обязательно контроль знаний и в процессе. Он же, я объяснила тему, он потом начинает со мной решать. И тут я уже вижу, а кто прохлопал, кто проморгал. Ну, на самом деле, я не ругаю, знаете, как это, ага, я же объясняла. Я обычно говорю, давай, еще раз объясним, другие послужат, еще раз все поймешь. То есть очень важно, чтобы каждый понял и понимал, и при этом не боялся этого момента, что вот мне нельзя ничего спросить, мне нельзя недослышать, лучше я посижу-отсижусь. А вот такой момент, когда вот я сижу в классе, есть злая Мария Петровна, которая так-то указкой бьет по голове, математику не понимает. А тут мама, прихожу домой, она говорит, иди вот к репетитору. Это же вообще тетка, которая будет вот прям вот так за тобой следить и точно тебе ткнет в глаз пальцем. Как преодолеть этот страх ребенку? Как родителю объяснить правильно, что репетитор это не страшно, это твой, наоборот, союзник и твой прям... Помощник. Я вообще вот первое время детям, ну, во-первых, я с ним знакомлюсь. Всегда перед началом занятий обязательно консультация. Ребенку должно быть со мной комфортно. Вот мы с ним познакомились, я им показала, как все проходит. Далее он обсуждает с родителями, подхожу я ему или нет. Потому что очень важно сейчас дети. Вообще в образовании должны быть дети в центре, а все остальное только помогать им развиваться. Не бюрократия? Как так? Да. И вот я детям первый месяц, на самом деле, всем прям говорю, что дети, не бывает глупых вопросов. Бывают люди, которые не задали вопрос и остались глупыми. Потому что действительно они все боятся. Я им прям говорю, пишите мне в чатах, делайте задания. Ну, знаете, как вот на уроке отсидел, все понятно, все, я хорошо. Садишься, делай домашние люди, что это? А ты там точно вообще проходили? Цифры, все, что с ними делать? И вот я им всегда говорю, присылайте мне, не понял, не решил. Поначалу боятся, что-то там, я просто не решил, пишут. А потом начинается, с чего начать, а что делать дальше, а как тут. То есть вот этот месяц первый, дети действительно адаптируются. Привыкают, что а можно задавать вопросы, а можно не показаться глупым и не бояться этого. Потому что ты здесь для того, чтобы тебя как раз-таки научили. А сколько раз уже объяснить? Ну, надо, хоть миллион раз объясню, но точно поймут. Интересно. Какой крутой подход. Это-то, вот меня бы, возможно, бы вот онлайн в моем детстве, я же захрипел. А ругать вы используете какую-то систему все-таки, ну, не знаю, не криков, но порицания какого-то. Будь внимательнее. Это же онлайн смайлик. Да, дизлайк. Дизлайк. Да, забанить. Нет, на самом деле вообще, в принципе, ругать. Даже нельзя детям сейчас говорить, а почему ты не сделал домашнее? То есть это даже считается некорректным вопросом. Если я вижу, что он, ну, проседает у меня ребенок, например, недавно, начала учебного года, что-то дети подпросели, один такой. Я говорю, а что у тебя не получается? Может быть, давай мы вместе решим? Да я все завалил, я уже даже не знаю, с чего начать. Все, тут две домашние пропустила. Я говорю, хорошо. И мы с ним сели, я ему показала, то есть, хотя группа, да, но после занятия остались. Я ему индивидуальный план составила. Говорю, вот так, вот так сделаешь, все, все. Он сразу выдохнул, у него этот груз с плеч упал, и все. То есть, ну, зачем ругать, если это нужно детям? Нужно просто донести, что это нужно вам, чтобы подготовиться к экзамену, чтобы хорошо сдать, поступить в вуз, хорошо отучиться, получить хорошую специальность, знания и так далее. Вот, поэтому они это прекрасно понимают и уже сами со временем идут, ну, на контакты. Ну, нет такого, что приходится ругать. А еще очень интересный момент. Вот вы говорите, в основном у вас дети, да, это подготовка к ОГЭ и к ЕГЭ. Занимаясь, естественно, видите, если ребенок до ранее не ходил к репетиторам, да, то есть, я так понимаю, математика, там, алгебра, геометрия, это наука, где ты какой-то элементик упустил в условном пятом классе. Да, да, да. А в девятом? То есть, можно ли вот так отмотать назад и понять тему, которую ты не понял несколько лет назад, например? Однозначно. Все с нуля. Математическая психология. Да, да, да. Я просто первое время детям объясняю на первых занятиях, как считать. То есть, даже там от большего отнять меньше, я им прям с азов. Потому что я знаю, что у многих с этим проблемы. Во-первых, проблемы начинаются с лета, три месяца все. Лето началось, май, до свидания. Все забыли, обнулились. Поэтому все с нуля, прям пошагово. Бывает, кто-то, ну, совсем пропустил тему, вот я даю объяснение, но все равно вот тяжело, вообще нет. Остаемся, объясняю. У меня еще есть краткие видеоуроки. Поэтому все-все им прям дотошно заставляют. Я такой дотошный человек. А нет, а не понял. Давай еще чуть-чуть попробую. Им приходится со мной много работать, много проводить времени и восполнять все знания. Потому что действительно, что-то упустил, дальше не будет получаться. Поэтому нужно с АЗОВ это все поднять и базовые вещи, как минимум, заложить. Чтобы дальше у него вообще не было никаких проблем. Давайте сразу озвучим, где найти такого замечательного педагога. Как на вас выйти? Телеграм-канал, может быть, телефон-озвучник. Да, можно телеграм-канал. У меня там, кстати, уроки есть бесплатные. Подойдут для детей, наверное, начиная с шестого класса. Там счеты, дроби и уравнения. Для меня тоже подойдут. Да, Знайка Мэтт, куда показать? Вот, Знайка Мэтт, социальные сети, пожалуйста, welcome, конечно же, буду рада. Телефон? Да, можно продиктовать. А давайте, мы еще флажки пропишем, можно лишним озвучить. Так, 8-914-970-46-32. Звоним, пишем, в любое время. Вань, записал? Да. На будущих детей. Задание, да пусть сам сначала дроби звучит. Мне начать надо будет с таблицы умножения. И дальше, дальше, потихонечку. Но 2 плюс 2, 4. Это факт. Это, знаете, я проводила для жителей, ну, так как веду социальные сети, для жителей Львовстока летом проводила опрос. А насколько помнят математику хорошо. Ну, у меня есть серия роликов таких интересных. Знаете, так интересно к людям подходишь, говоришь, нужно ответить на три опроса по математике и выиграть там приз. Ну, игрушечки давала. И все так сразу плывут и теряются, ничего говорить не хотят. Но многие такие смельчаки были, те, кто подходил, там, ну, конечно, вопросы были там, что такое биссектриса. Все помнили про крысу. Да, я сразу в голове сейчас ассоциирую. Угол квадрата 90. Я говорю, ну, комната. А, все, 90. То есть тоже такой интересный момент. Школьные знания вроде базовые. Ну, вот, пожалуйста, в жизни пригодите. Говорит, я знал, что мне в жизни пригодится. Представляете, и у всех отложилась крыса в голове. У всех. То есть, когда педагог находит какой-то альтернативный подход, не запомнить определение биссектрисы. А раз внес туда стишок, у всех в голове это крыса. По голову штану. Да. А какие еще задавали вопросы? Три в кубе. Сейчас растерялась я немножко. Один? Три в кубе? Да. Нет, это трижды три девять и девять на три двадцать семь. Да. А, это не корень из трех. Иван, молчи. Три в кубе девять. А, мы считала дырки в сыре, два плюс три равно? Четыре, да. Нет. Да, я знаю, в смысле, ритм. Да, да, да. У меня, причем, пришел ученик, и я ему говорю, я тебя сниму давай на видео, хочешь? Он такой, да, я очень хочу. Капибару разыгрывала. Все, я ему задаю вот это мышечка, считала дырки в сыре, два плюс три, он как поплыл. У него было все, кроме четыре и пять. Три, семь, девять, он стоит. Я говорю, Влад, соберись. Он понял, что рифмовать нельзя. Да. И, видимо, на фоне того, что часть мозга думала про рифму, а маленькая часть пыталась найти правильный ответ. Да, 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 перебирала. Но это было очень весело. Конечно, даже игрушку я ему отдала, похвалила, говорю, молодец. Говорю, ну, растерялась. Ну, посмеялись с ним тоже. Такой интересный опыт был. Вообще здорово, конечно, что есть. И это еще удобен онлайн-формат, да, учитывая, что у нас такой ритм жизни, там, родители бесконечно работающие. И ты находишься на работе и знаешь, что твой ребенок сейчас занимается математикой. Да. А у меня же дети со всего Приморского края занимаются. Новицкая, Находка, Артем, какие-то, Муссуриск, Благовещенск. Я просто после трех в кубе очень сильно раздумывался. Все, да, очень сильно раздумывался. Нет, задумывался, что... А я вспоминаю всегда еще, знаете, с уроков математики у нас над доской висела такая огромная... Гильотина. И там была цитата, а математику уж затем учить следует, что она ум в порядок приводит. И у меня всегда, то есть уже я школу закончила давным-давно, но всегда у меня эта фраза в голове. Не нужно прерваться, привести в порядок ум, поэтому мы сейчас посмотрим рекламу на нашем канале Телемикс. И после вернемся обратно. Господи, какой кошмар. Мы продолжаем нашу интересную беседу. Иван продолжает возводить в куб троечку. Я возвел. А давайте его озадачим четверку. Четыре в кубе, подумай. А я задам вопрос. Поскольку у нас репетитор по математике сегодня в гостях. Очень для меня лично, как человек, который сдавал экзамены еще по билетам, вот эти все страшные ОГЭ, ЕГЭ, для меня на самой... 72? 72, ну или что-то около того. Он справился? 64. А, 4? Ну почти. Насколько эта история, к которой можно приучить ребенка, ну ЕГЭ, да, это самое такое, что это не страшно, к этому можно подготовиться. Как вот взять себя в руки спокойно, размеренно решать экзамен? Ну вот у меня дети все приходят, и они боятся сдавать. Они, нет, все, мы не сдадим, мы не будем даже готовиться. Родители, потому что их очень сильно запугивают. Но на самом деле, раз уж на то пошло, весь, все, весь список заданий есть как бы на сайте FIPI официально. Ничего нового не попадется, уже можно. Как раньше были билеты, давали, вот готовые. Также и сейчас есть первая часть, отработайте. Все, то есть уже нужно как минимум об этом рассказать. Во-вторых, если готовиться, аккуратно, все подготовить, господи, если подготовишься, в любом случае сдашь. Поэтому главное просто объяснить, что это все возможно, дети сдают. У меня в этом году поступили все дети на бюджет, кто сдавал математику. То есть да, это прямо на меня такая статистика гордость, потому что все, кто сдавал, они все поступили на бюджет, сдали на нужные баллы, и все было прекрасно. Но также все боялись вначале, учителя запугали, родителей запугали, там, где-то новости. Писали какой-то тест в начале года, когда ты ничего не знаешь, ноль, все. И на ноль баллов написал, все, и не знал, куда мне идти вообще. То есть не нужно пугать, если ко всему подойти серьезно и начать готовиться, выполнять все задания, то, конечно же, все возможно. И спокойно все сдают, это ЕГЭ страшное. А зато потом какие перспективы. Как вот мы раньше, сдали билет в школе, потом в институт приезжаешь, там тоже нужно было подготовиться, тоже нужно было сдать. Пол-лета на смарку. Да, да, а вопросы также готовились либо с репетиторами, либо на каких-то кружках в институте и так далее. А здесь все в одном. Ты подготовился, причем все так же дается, все задания. И потом ты, когда поступаешь, любой вуз тебе, пожалуйста. То есть у меня там ученики и в Петербурге, и в Москве, в Новосибирске, в Иркутске, ну, наши местные все вузы, конечно же. То есть ДФУ все очень любят, МГУ Миниюльского. То есть все дети туда поступают, таможня, что такое, в Хабаровске. И все, все спокойно, все доступно. Один раз сдал, просто так, как запугивает. А нужно, наоборот, рассказать, какие прекрасные перспективы оно дает. Вот это плюс, что ты, сдавая экзамены в школе, уже можешь стать студентом. Да, все сразу. Это главный плюс ЕГЭ. Очень, конечно. И никакой коррупции. Все. Как сдал, так и поступил. Да, то есть это действительно очень прям большой плюс. И вот когда детям это объясняешь, они, ну да. И потом я показываю, ну смотрите, вот это задание. Они точно СИГЭ? Я говорю, ну нас обманываете. Говорю, нет. Я просто вас уже научила их решать. Они такие, блин, это все просто. Где подвох? То есть действительно, когда начинаешь готовиться, ты понимаешь, что это не страшно. Это достаточно все решаемо. Да, надо потрудиться. Никто не говорит, что это прям легко. Но поставили цель и идем к ней. Все. А дальше вуз. Ну, а у нас сейчас цель есть посмотреть нашу рубрику. Давайте прервемся и вернемся к нашей беседе. Здравствуйте. С вами рубрика «Одним словом». Сегодня мы снова обратимся к произношению и написанию неологизмов. А также выясним, как верно называется туристическая мекка жителей Дальнего Востока. Жизнь современного человека трудно представить себе без блога. Многие либо читают блоги, либо сами являются блогерами. Со словом «блог» проблем нет. А вот блогер вызывает вопросы с написанием. Есть вариант с одним «г», есть с двумя. Как верно? Еще пять лет назад преобладал вариант с двумя «г», хотя и вариант с одной «г» встречался достаточно часто. Откуда разница? Дело в так называемом «двойном заимствовании». Из английского пришли одновременно два слова «блогер», где в источнике две «г», и «блог», где одна «г». В русском языке на базе слова «блог» образовалось слово «блогер» с одной «г» по модели «стажер» или «дирижер». В итоге получились два слова, какое-то время взаимодействующие на равных. Но пять лет назад в русском орфографическом словаре слово «блогер» с одной «г» было признано единственно верным. Так и по сей день. Итак, верно блогер с одной «г», других вариантов нет. Далее поговорим о верном написании и произношении слова «Таиланд». Встречаются два варианта – через «и» и через «и» краткое, как на экране. Так как же правильно? Запомним, что в отличие от Тайваня и Малайзии название королевства Таиланд пишется без буквы «и». Верно? Таиланд, как на экране. Это не регулируется правилом русского языка, просто так сложилось исторически. Такое написание зафиксировано во всех существующих русских словарях, как единственно верное. Не надо проверять его словом «тай», жорганизмы не являются проверочными словами. Запомним еще раз. Таиланд без краткого «и», Малайзия с «и» кратким. На сегодня это все. Будьте здоровы и говорите без ошибок. Мы продолжаем наш эфир. И у Оли родился очень интересно. Или родился вот как-то. Иван сегодня как преподаватель, он только слово передает. Да. Надел пиджак и решил, что ему все можно. Валентин, расскажите, пожалуйста, очень интересный момент. Вы озвучивали, что готовить детей к ОГЭ и к ЕГЭ – это две совершенно большие разницы. Ребенок в девятом классе и ребенок в одиннадцатом классе. И вот я знаю, что многие дети на распуте, боясь как раз, что не сдадут ЕГЭ, они уходят после девятого. Вот есть такие дети, с которыми вы занимаетесь и понимаете, правда, что он старательный. Но какой-то вот середнячок и действительно задание ЕГЭ, которое в одиннадцатом классе, ему не преодолеть. Ну, на самом деле, многие прям хотят уйти именно из-за этого. Но это неправильно. Все, кто у меня начинают готовиться, они все готовы пойти в десятый класс по знаниям и в одиннадцатом точно сдадут ЕГЭ. Вот, кстати, о ОГЭ. Вначале все задания из ОГЭ частично переходят в ЕГЭ. Сдал ОГЭ, точно сдашь ЕГЭ. Это прям факт. Но тут нужно родителям и детям понимать, а чего они хотят. Есть дети, которые, ну, просто уже не готовы сидеть за партой еще два года. Им нужна уже какая-то более взрослая жизнь. Колледж, какой-то техникум, где немножко другая ответственность, другие люди и так далее. А кто-то, наоборот, хочет только целенаправленно высшее образование. И он не готов еще ни эмоционально, ни физически переходить из школы. И он должен идти в десятый, одиннадцатый класс. То есть тут нужно выбрать то, что комфортнее будет для ребенка. Либо он хочет уже идти, получает специальность, новых знакомств и так далее. Либо нет, еще остается в школе и целенаправленно идет на высшее образование. Но выбор не должен стоять из-за ЕГЭ. ЕГЭ сдадут все, кто готовится. Главное готовится для чего? Да, главное готовится, очень хорошо готовится. Выбор вот это должен именно сделать ребенок. А как он хочет дальше? Но выбрать должен именно для себя, по своим ощущениям, не из-за экзамена. А сталкиваетесь, что вот какие-то советы вы именно детям даете? Потому что у детей разные взаимоотношения с родителями. Кто-то растет там отстраненно от родителей. Кого-то, наоборот, гиперопекают. И ребенок сам не может принять решение. Вот задают вам детки какие-то такие вопросы, как совет спрашивают, как у педагога. Ну, вот я им на самом деле именно это и рассказываю. Я всегда им говорю, что вы должны сделать свой выбор. Подумать, пообсуждать. Ну, вот я всегда, конечно же, отправляю к родителям. Потому что у детей должна быть поддержка. Должны быть люди, которые с ними общаются. Я с ними очень много общаюсь. Я являюсь такой поддержкой очень большой для них. Но все же ответственность несут за них родители. Поэтому я им всегда вот это и говорю. Хотите, вы должны понимать. Там перспективы и здесь перспективы. И выбрать, что для вас комфортнее. Ну, некоторых, давайте откровенно, бывает такое, что буллинг в школе тоже. И просто хочется уйти из нее. Но почему нет? После так же технического образования можно дальше пойти на высшее образование. После колледжа можно уже дальше пойти куда-то работать. То есть каждый должен сделать то, так, как ему комфортно. Дети в центре должны быть у нас. Мы посмотрим... Иван вступает. Да, здрасте всем. Мы посмотрим рубрику «Ваши новости», друзья. И после вернемся. У меня хорошая новость. Я в среду еду в санаторий. В Белокурику. Впервые. Умой. Алтайский край. Небо голубое. Солнышко, тепло. Все лето наливало. Мусили, стопили нас тут. Столько, что вообще. А вот хотя бы благодарность, наверное, спасибо осени, что хоть осень золотая. Бабье лето наступило, как говорят. Проснулся, прекрасная новость. День прекрасный, тоже это новость. Все прекрасное, это все прекрасная новость. У вас вот увидел, какая новость. Это всем новостям новость. Солнечная на улице, это классно, прекрасно, тепло. Вот. Осень как бы уже, но тепло на улице. У меня сегодня пятерка по истории. А за что? За практическую работу. Сложная была? Да не. Продолжаем, продолжаем. Синхронно вздохнули с Иваном. У нас три сегодня участника. Две из них прекрасные дамы и один мужчина. А вы говорите, у меня, смотри, Маня, как я плохо выстроил. Пощитам. Ваня, тебе задание пересчитать, сколько кусочков получилось. Восемь. Справился, чертят. Восемь. А я хочу сделать комплимент нашей гости. Этот год объявлен год педагога-наставника. Так вот, когда встречаешь таких людей, которые учат детей, я сразу думаю, не все у нас потеряно. Очень интересно. Говорите, рассуждайте. Я прям вдохновилась. Мы обязательно в плашечке укажем номер телефона, социальные сети, куда обращаться, если вам нужен онлайн-репетитор по математике. Да, все ко мне. Очень приятно, что пришли к нам в гости. День социального педагога. Это может быть немножко разные вещи, но педагога это важно подчеркнуть. Иван, считай кусочки снова. Это сегодня не важно. Мы вкусно готовились, сейчас будем вкусно пробовать наше блюдо. 16 уже насчитал. 16 насчитал? Это прекрасно. Ты когда станешь начальником очень важным, я к тебе приду работать, если ты так же будешь считать зарплату. Вы знаете, дроби именно на пицце, объясняю детям. Кстати, на пирогах. Да, делим пирог на равные части. Ты на равные поделила части. Все, друзья, хватит разговаривать, давайте пробовать. Всем спасибо, что были с нами. Валентина, вам спасибо, что к нам приехали из Владивостока и рассказали очень интересно, и меня заставили сомневаться в себе. Пока всем. Всем пока, друзья. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok